джонок испугался буквально заскочил на 6 8 метров вы не думайте что я так волнуюсь это у меня это я так радуюсь за столом за столом боже мой что у меня в голове 30-го числа а что дома сеть столько оливье же не съешь ну попрощите мне какой я проверяю знаете у меня же контрольная закупка в городах у меня куча дел я мне не до стежков подождет ваша куча вот я подержу маленькую девочку и у меня такая будет у меня такая будет внучечка хорошего всем нового года добрый ранец добрый ранец и беларусь в эфире телеканала беларусь 1 спутника телеканала беларусь 24 программа добрый ранец и беларусь в студии с вами светлана боровская сегодня 30 декабря я поздравляю всех вас наступающим новым годом желаю чтобы мечты ваши сбывались чтобы ваши близкие родные всегда были здоровы конечно каждое утро вы встречали только в хорошем настроении за положительными эмоциями мы традиционно отправляемся к нашим зрителям в поисках снега и настоящей зимы мы едем на север страны витебскую область здравствуйте добрый друг здравствуйте здравствуйте ой как здорово что вы нас пригласили такая красота это зимняя хочется прокатиться же новогодняя прогулка остыли реки и зима остыла ой да земля остыла земля стыла парень для реки не оттеки не стыдно чуть нахохлились дома а я вот принесла угощение а он есть такой интересный да давайте мы его угостили а давайте мы его угостим а он может быть с ладошки давайте не бойтесь ладошки если только мужик а большого а я хотела еще кому-то ли все и можно уже нас повезет он нас повезет мы можем покажет прекрасная стрела не бойся доложите руку бабушка почему все таки большие зубы что морковку есть чтобы тебя лучше видеть вот видите деточки несу пальцы чужим животным рот как им нравится яблоки сама такое села также хрустела сладенькая можно за мальчику погладить пока на яблок не стакан а мы будем помешать видите а давайте диану давайте диану подойдем сейчас она придет одна секундочку диана здрасте не надо так пугаться и бояться здравствуйте как вы живете прекрасно прекрасно не надоело вам деньги но вы такая сами как яблочко такая вся на морозе потому что холодно вообще как новый год будет встречать елку ставите пока еще не поставили еще времени нету вот очень много дел и поэтому у вас такое хозяйство огромное как бы нам привычно для нас уже как бы так вот так что хорошего вам нового года и чтоб сил хватило на все приятные заботы спасибо большое ну что прокатим сейчас тогда с игорем до как-то как-то знаете как-то супер уносим знаете здесь авто это как это ручки здесь не нужны это саночки а если он резко завернул тогда мы будем в снегу нет мне так не нравится я же за эти лицом работаю и руками и ногами ну давайте попробуем проехаться пошел прекрасная прогулка уже страшно я просто вцепилась можно сказать а это же такая у вас тут горкой так все ничего страшного здесь вы сейчас уходите мы сейчас вниз горочки спустимся о ой вниз говорит сбор и не думайте что я так волнуйся это у меня так это я так радуюсь я так минуты так радуюсь если что у нас по краям есть сугробы и мы когда кататься лошадях кроме как не зимой да все эти люди вот мы чуть заранее снимаем 30 числа проснулся уже у всех уже заготовлена вкуснота они проснутся посмотрим и поедут к нам кататься чтобы как-то настроить себя на хороший лад а что дома сидит только они ниже не съешь надо как как снежок и сейчас зайдем в лесу посмотрите как будет красиво держимся после держится не не бойтесь смотрите если саночки будут право наклоняться вы влево если а мы вправо а если бабе то сугроб как зовут наш лошадка это гульден такой который нас сегодня будет вести скажите мне уже тяжело по снегу нет они кони которые возят в хамуте они плечом тащат то есть они не на себе вес несут плечом толкаются то есть лошадка везущая хворосту восток тебе здесь нет дорожки прям а у вас есть дорожка вот идем по дорожке но это что дорожка она ответил о цене осталось колья и уже засыпать а она вообще прям тропинка даже они да здесь тропинка потому что верхом постоянно ездим все эти дорожки знали да ну готов сейчас будет зимний пейзаж лесные не бойтесь по капюшончик это так ветки снегом проклоняет земле а как часто вы выезжаете в город когда надо будет пополнить припасы это да это очень редко больше здесь находишься пошли работы с животными условно говоря но можно как бы пытаться ездить в город там что-то делать ну времени очень мало не бойтесь так в лету хорошо хорошо ветки цепляет надо мы узнаете чудим но помедлен а у нас еще столько героев впереди а я уже мог края счастливая снега потому что она сейчас будет место где можно будет развернуться и развернемся да 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 ну вот эти ветки над головой красота какая как же это красиво вот видите мы развернулись на санях очень немножко тяжеловато разворачиваться все все садимся а вы саницы сделали сами или купили и как не заказать реставрировали а реставрировали а сейчас берешь ну старый саник для их можно отреставрировать починить как вы знаете потому что маленькие такие хорошие казалось очень удобно потому что очень много мастеров которые раньше делали сани они остаются как бы бесхозные не используется для можешь взять и чинить можно конечно сделать с нуля саночки но эти саночки как бы ценится ручной труд который был сделан к кем-то так хочется поэтому чтобы мастера передавали ученикам молодым если они конечно за саночками нужно обязательно ухаживать то есть как говорят а готовь сами слипт это да и 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 Один раз я это испытала. И вам желаю. Нельзя описать эти чувства. Вы сами увидите, как красиво, а что вы чувствуете, вы знаете, когда приедете. Ой, пойду сушиться. Зимой родились елочки, зимой они росли, зимой. И летом стройные зеленые были. Были они, понимаете, зеленые. Потому что здесь же много елочек, а не одна. Ну, чуть-чуть переделала песенку. С наступающим. Здравствуйте, Володя. Смотрите, я иду по лесу, а тут раз, стоит вот такой красивый личник. Еще разок. Это засмотрелось у ваших голубые глаза. Здравствуйте, я Светлана зовут. Добрый день, Владимир. Это же какое красивое название, Добромыслия. Это же такого вообще, наверное, нигде больше нет. С добрыми мыслями. Да, придумал же какой-то хороший человек. Хороший. Володь, скажите, пожалуйста, хватает ли всем елок? Вот Новый год на носу. Хватает всем. Кто нуждается, кто хочет новогоднюю елочку, всем предоставим. Смотрите, ну, вот это такой красивый кусок леса, где елки стоят, ну, вот в небо. Это им по сколько лет? Лет по сто, наверное, уже? Вы практически уже дали. Немножко меньше. Немножко меньше. 80. Ну, вот когда люди хотят купить елку вообще живую. Есть отдельные какие-то посадки таких елок для людей в праздник? Ежегодно мы создаем плантации новогодних елей. Специально. Специально, да. А вот как в деревнях, в агрогородках? Любят больше ставить искусственные или живые? Вот вы же знаете, наверное. Ну, вы знаете, пожилые люди в основном уже покупают искусственные. А вот у кого дети, все хотят сказки. У вас была в детстве такая сказка? Конечно. Я когда была деть. Знаете, когда мы были деть, нам родители ставили живые. А я вот сейчас тоже. Дети выросли и, признаюсь, искусственные ставлю тоже. Ты знаешь, это же история про то, что не хотим больше сильно трудиться. Хотя многие все-таки делают живые. Как вот ее живую, скажите? Принесли мы ее домой. Сколько вот должна простоять елка и как ее поставить? Многие ставят. Эдерка насыпают. Песочка. Лучше песок все-таки. Все-таки песочка. И кто может и подлить немножко водички. Скажите, а вот сами вы. Вот вы отсюда родом? Да, я местный житель. Местный житель. А семья у вас есть? Есть. А детки? Трое детей. Ой, как я такое люблю. А сколько лет? Какие? Мальчики, девочки? Разновзрастные, да. Самому младшему году. Так вы молодой отец? Ну, как сказать, молодой. Молодой. А средненькому? Средненький только пошла доченька. Первый класс. Первый класс, а старший? Девять. Мальчик, две девочки. Да. Ой, так вы будете и зять, и свекор. Ну, наверное. Ой, не, неправильно сказала. Вы будете взять вы и так. Сесть и свекор. Да. Запуталась в этих родственных отношениях я. А жена ваша работает тоже в лесничестве или в другую? Тоже работает в лесничестве, мастером леса. Рядышком с вами? Да. Ой, отлично. Володя, а вы какую елку вот у себя в этом году поставите вашим троим деточкам? Дети хотят елочку натуральную, так что будем покупать. Потому что она же пахнет. Она аромат. И все стараются. Аромат. Дети все хотят сказки, все хотят подарков, все хотят Деда Мороза. И часы пробили 12, уже все бегут за подарками, вообще ждут. Но вы уже придумали подарки? Ну, конечно. Уже есть. Я тоже не люблю вот это 30-го бегать, знаете. Не хотим мы афишировать это. Нет, ну что вы, ни за что. Скажите, а вот такой лес красивый, вы знаете, мы вот когда ехали, мы увидели и семью лосей, и косули штук 25 неслись просто по полям, по лесам. Такую красоту увидели. А вот вы видели здесь звери? Здесь же очень много, наверное. Плотность зверя очень у нас большая. А волки и медведи есть? Есть, и волки и медведи. А вы видели? Конечно. И как вы идете, а он вам навстречу? Ну, не то, что навстречу, но были случаи. А он вот так говорит, добрый вечер, а вы малину собираете? Да, да, да. Были случаи встречались, вот. Лоб в лоб. И что надо делать, скажите? Ну, что делать? Проводить его взглядом. Не уступать, не уступать в конфликт. Не уступать в конфликт не надо ни с кем. Мне кажется, с ними особенно. А на елочку не было у вас такого, что, говорят, что человек в такой момент на елочку очень быстро может залезть? Ну, конечно. Не подозревают. У меня был случай, медвежонок испугался, буквально заскочил на 6-8 метров. То есть он от вас? Да, за три прыжка залетел на ель. А мама его рядом не вышла потом? Мамы не было. Слава богу, я вам скажу. Ну, и машина у меня близко была. И вы ломанулись. То есть вы в машину, а он на дерево. Конечно, неприятно встретиться с медведем в лесу. Ой, ну что, спасибо вам большое за эту прогулку. Просто незабываемую. Выезжайте вот так на часок, на полчасика в лес. Но главное, не рубите елки в лесу. Все увидят. Везде фотофиксация, правильно? Правильно. Все, идем выбирать елку. Идем. Вот с такой елкой мы едем к семье Селезневых. Володя, спасибо большое вам, вашим коллегам. Снегу по колено, по пояс. И вы все это сделали. Ну, выбирали, конечно, вместе в Большом лесу. Ну, вот такое красивое лесничество. Эти елки, елки, елки с наступающим. Саша, подожди, садись. Мы будем аплодировать твоей сестричке. Господи, лезет мне прямо на голову. Ну, вы посмотрите на это дитя. Начальника, небось, возишь в таком костюме. Да, заместители председателей. Я аж по костюму все вижу, знаете. Все, не команда. Я хочу вам наконений. То есть я еще и воздействую токами на людей. Поняла. И не только голос. Сразу хочется сказать, что... Мне вот тут так вот кололо, заходите там. Все поможем. Ничего не могу сказать отрицательно. Мне очень нравится. Ну, еще бы вы сказали отрицательно. И сразу бы просто здесь пели в Доме культуры. Боже, доброй ранец и говорить не так язык. Ну что, запрыгивайте. Доброй ранец и Беларусь. Зима. Буду забирать обязательно. Как поднять? Да не, мы голыми руками. Нам свои иголочки не колятся. Ой! Ой! Слушайте, помогите мне? Да. Помогите мне. Я с вами попрощалась и снова встретилась. Познакомь меня со всей своей семьей. Начни с папы. Как зовут папу? Ты забыл? Забыл. Папа его зовут, да? Папа. А маму как зовут? Мама? Мама. Отличные имена. Так, тогда мама. Я знаю, я знаю. Давай, все, представляй всех. Как зовут малышку, самую маленькую твою сестру? Самую маленькую мою сестру зовут Наташа. Наталья ее зовут. Прекрасно. Она совсем маленькая. Плачет она иногда или она спокойненькая? Да, плачет. Вот, твоя сестра самая старшая, правильно? Елка. Как ее зовут? Елка. Тебя Лера зовут? Да. Ты видишь, Вера и Лера, как тебе трудно справляться со всеми. Ты же на хозяйстве, наверное, няня у всех, да? Да, помогаю маме. Ты в каком классе учишься? В одиночестве. Ой, ты такая взрослая. Куда будешь поступать? В мед. В мед. Ой, ты будешь доктор. Ты будешь такой важный доктор лечить людей. А что ты хочешь лечить им? Сегодня надо многим голову лечить, ты знаешь. Ну, потому что с головой не всегда бывает в порядке. Злятся, что-то ссорятся, да? Жизнь такая короткая, а люди злятся. Вот в Новый год надо, чтобы каждый поречил себе, что ему нужно. Вот ты самая старшая. Кто был вторым ребенком? Коля. Колечка. Так, очень приятно. Коля, Николай. Дальше кто был? Коля. Оля. Дальше. Саша. Коля, Оля, Саша. Дальше. Степа. Степочка маленький сидит. И самая маленькая. Ну, что ты делаешь? Мне по телевизору ничего тебе не будет видно. Зачем я столько лет работаю, чтобы ты меня закрыл? У меня не было видно. Эти молодые закрывают и закрывают. Расскажите про вашу жизнь. Как вы умудрились, и какое это счастье, и какие-то большие заботы шесть детей? Ум, заботы, да, конечно. Ну, и с одним тоже не меньше. Не меньше, вот это точно. И с двумя. Ой, а маленькая запланированная была? Или, ну, знаете, как чудо случилось? Ну, быстрее всего, как чудо. Как чудо. Вы сколько лет уже как поженились? Десять лет. А, так вы молодая, считай, семья. Так успели шесть детей. Это прекрасно. А где вы нашли такую маленькую красивую жену? На работе. Я был браводиром, а она была яркая. А, вы бригадир, вы были начальник. Положили глаз, так сказать, на работницу. А давайте я подержу малышечку, а вы это самое. Сколько ей скажите? Двадцать. Кто включил? Два месяца всего. Вот я подержу маленькую девочку, и у меня такая будет, и у меня такая будет внучечка. Внучечка. Пусть такая внучечка будет в каждом домике. Как это хорошо, маленькие детки. Как же это прекрасно. А кто-то сейчас по телевизору скажет, конечно, хорошо. Пришла, подержала, понянькала одну минутку. И пошла. А папа с мамой ночью просыпаются и не спят. Но, вы знаете, я уже свое не поспала, поэтому я все про это понимаю. Вы все у нее няните, правда? Видите, она растет большой, другая семья. Это так важно. Вы никогда не будете одиноки. У вас всегда будет так много родных и близких. Мамочка, а можете взять? Мне надо... Я разволновалась. Давайте сделаем соревнование. Кто прочтет нам стихотворение громко, интересно и весело? Поднимает руку. Я. Так, кто первый пойдет? Я. Так, ты же девочке должен уступить. Мальчик и девочке должны уступать. Хорошо. Саша, подожди, садись. Мы будем аплодировать твоей сестричке. Господи, лезет мне прямо на голову. Ну, посмотрите на это, дитя. Хорошо. Хорошо, все, садись, будем слушать сестру. Все, ведем себя прекрасно. Доря? Так, все, не командовать. Я хочу вам на колени. Не надо, Саша. А куда выходить? У меня и так два сыночка. Вот третий, видишь, третий. У меня по стране знаешь уже сколько детей. Давай. На свете так бывает, что токи раз в году. На елке сжигают прекрасную звезду. Звезда горит, не гаснет. Весит прекрасный йод. И сразу наступает счастливый Новый год. Молодец, ты прекрасно прочла все. Давай, кто следующий? Громко, только очень громко. Белый-белый снегопад во дворе окружается. Это яркий Новый год. В двери нас учится. Красиво. А ты можешь сейчас улыбаться? У тебя такие красивые зубки. Можешь смотреть сюда, улыбаться и так же рассказать. Только улыбайся. Давай, как я. Давай. Белый-белый снегопад во дворе окружается. С Новым годом. Молодец. Какой ты молодец. Спасибо вам большое. Я желаю вам очень хорошего Нового года. Желаю, чтобы все выросли. Все выросли здоровенькими, хорошими людьми. Чтобы у вас хватило сил с папой всех вырастить, а потом ждать здесь внуков и правнуков. Я вам этого желаю. Давайте все аплодируем маме и папе. Маме и папе. С Новым годом! Как? Каты! Ой, а давайте уже поедем домой, а то я уже вся очень мокрая. А у нас сейчас, знаете... А нам нужно дойти до разворота. Да вы что? А у нас, знаете, сколько... А, не, 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 не поворачивай, да. А, не, 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 не... Лишебную сказку рисует зима, Лишь стрелки диктуют приход января. Обиды и горе забудем, друзья, И встретим с улыбкой конец декабря. По метелю весь город не сбит, Он лишь в ожидании чудо молчит. Наряды веселья и радость в глаза, Победу развеем ненасть и искра. Поздравляем и желаем Счастья, мира и добра, Чтоб попозже зажигались, Словно искр и глаза. С Новым годом, с новым счастьем, Море света и тепла, Ну, соблют будет удача, Лежат вечер волшебства. Здравствуйте! Здравствуйте! Я так понимаю, главная звезда здесь – панда. Ой, вот его глазки! Вот его глазки! Ой, какой он там усатый! Усатый бородатый какой-то! А где ты живешь, панда? В районном центре культуры. У вас отдельная тут квартира? Да, у меня отдельный штаб. Неплохо! А вот дайте вас всех решить. Смотрю, вы же все такие разные, Прям разные, нарядные, золотые. Анна, представьте коллективы все. Это танцевальный коллектив «Смайл». Солистов у нас здесь эстрадная группа «Девчата». Девчата, мы тут все перемешки. Девчата, поднимите руки. Девчата мы видим, они узнаваемы довольно. И студия эстрадного киния «Сонг». Тоже у нас присутствует, поднимите руки. У вас какая-то тут английская, Дом культуры какой-то английский. Да, вы же есть много времени. Мы используем разные языки, разные языки. А в обычной жизни у вас какие профессии? Я художник. Работаю здесь, в районном центре. А, поняла. А у вас какая профессия? Я раньше работал в МЧС. Вы спасатель? Да, ставший инструктор спасатель. Я вообще уже в запасе. А здесь, значит, поете. Так, у вас какая профессия? Сейчас нахожусь депутатом в отпуске, а работаю здесь, костюмером в районном центре. А сколько деток у вас? Четверо. У меня пропадает сразу дар вечи, когда я такое счастье слышу. Берегите мужа, берегите детей. Пусть все складывается хорошо. А у вас какая профессия? Я представляю здравоохранение нашего района. Вы доктор? Я медицинская сестра. Да. Физиотерапия. То есть я еще и воздействую токами на людей. Поняла. И не только голос. Сразу хочется сказать... У меня вот тут так вот кололо с утра. Приходите к нам. Все поможем. Все исправим. Так, идем дальше. Девочки, ну вы, понятно, учитесь в школе всем. Малышка, ты где? Тебя совсем не видно. У тебя там эти стройные красотки. Мне всегда маленьких хочется показать. А мальчики ваши где? Дома. Дома снег чистят, да? Да. Столько снега. Такая красота у вас тут вообще в северном крае. А что собираетесь делать? К чему у вас склонности самые большие? К танцам. К танцам. Все в артистке? Да. Ой, боже мой, этих артисток уже столько. Ну идите, девочки, идите. Все равно, как говорится, я заодно уже уйду на пенсию. И вот так будет, смена растет. Понимаете, слава богу, достойная. Надо петь, танцевать, читать книжки, учить стихи. Стихи все знают? Да. Да, да. Ну, только прочти мне какую-нибудь 400. Иди сюда. Я проверяю. Знаете, у меня же контрольная закупка в городах. Говорит, ужас. Почему же ужас? Давай. Пожалуйста. Я знаю на белорусской литературе. Тогда прекрасно. Несколько строчек. Давай. Облюбить Беларусь нашу милую, требуя в разных краях покупать. Разумеешь, что ты к чему взвыду, журавли на поле селетят. Так это все знают. Мы его в школе учили. А я думала бы, что это такое эдакое, что мы скажем, а что это за стихи? Ой, надо такое выучить, прочесть. А ты выдала школьную программу. Ну, тоже молодец, не растерялась. Отлично. Видите, заодно проверили все. Двигаемся сюда. Значит, вы... Как у вас там сонг, янг? Девчата в основном. Ну, это сонг. А, это у нас сонг. Сонг один как сон, как мечта. Он у вас загорелый стоит в сером костюме. Да. Значит, ну, представляете, Анна. Андрей, наша звездочка, работает в районном исполнительном комитете, водитель. Я уже давно, уже 11 лет. Начальника, небось, возишь в таком костюме. Да, заместители-председатели. Я аж по костюму все вижу, знаете. Все вижу, видна птица по костюму. Ну и как вам работает? Даже день на ночь, сидите себе, ждете, пока государственные дела начальника. Бывает всякое, но, вы знаете, за один скет работы ничего не могу сказать отрицательно. Мне очень нравится. Я уже вник в эту работу и доволен этим. Ну, еще бы вы сказали отрицательно, и сразу бы просто здесь пили в Доме культуры. В лучшем случае. Нет, водитель – это вообще сложная история, потому что это же вы как друг, как товарищ. Вы же все время рядом. Это очень такая психологически сложная работа. Значит, вы с ней хорошо справляетесь. Можете передать привет начальнику, может, зарплату добавить к Новому году. Я считаю, что у нас неплохие зарплаты. Неплохие, так. Поэтому жаловаться не нужно. Поэтому скажите, дай вам Бог здоровья. Представляем дальше. Дальше. Наша Лиза, еще одна многодетная мама в моем коллективе. Да, вот сколько деток? Трое деток. Трое, ты такая молодая. Да, трое деточек. Сколько им лет? Шесть, четыре, семь месяцев. А кто вот сейчас сидит семимесячно? Папа. Супруг, да, сидит. Молодец, хорошо. И отпустила артистку. Ну скажи тогда ему, как его зовут? Женя. Скажи Женя. Теперь о тебе знают все. Теперь о тебе знают все, да. Не, ну вот это, а люблю тебя. Приду, буду с семимесячным. Ты пойдешь с друзьями в бар там. Нет. Нет, в бар ты не пойдешь, Женя. Я хожу исключительно в районный центр культуры. Это на самом деле моя отдушина. И она меня спасает. И тогда вы спокойно, короче говоря, ты делаешь всем веселую маму. Правда? Счастливую, веселую маму. Ты приходишь благодарна всем, что они тебя ждали. И бросаешься пеленки, распашонки, готовки. Все нужные приятности по хозяйству. Это у нас Олечка. Да. Она мама прекрасных девочек-близняшек. В обычной жизни какая у вас профессия? Экономист. Ой, такой математик-математик. Потрясающе. И что же вы тут поете? Все, что нравится, то и пою. Ну вот я слышу, когда вы говорите, что у вас поющий голос. Всегда же слышно. Ну спойте тогда мне немножко. В лесу родилась елочка. Хотя родилась елочка, но песня придумана так. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была. Как же можно теряться с таким прекрасным голосом? Вам надо петь круглосуточно, идти по улице, просыпаться, петь. И все такое. Очень красивый у вас голос. Здорово. А то, видите, никто бы не узнал. Мир бы и не узнал так, коре о вашем голосе. Скажите, пожалуйста, а вообще вот вы все поднимите руки, кто в Новый год выходит из дома на какую-то общую елку или все-таки по домам? Кто выходит из дома? 31-го ночью. Так, молодые. Работа? Да, молодые и очень молодые выходят. А по домам сидят тоже некоторые. А вот у вас, Нуфиэр, есть семья детки? Да. Товарищем честник? Конечно. Есть, да? А вы прямо дома празднуете? Да. Топим баню на Новый год. Вас такого красивого жена никуда не выпускает? Выпускает. Выпускает иногда? Я же здесь. Ну, недалеко. Ну, я, конечно же, шучу, как вы понимаете. Разумеется, это юмор. Хо-хо-хо, вам желает Дед Мороз никогда не вешать нос, чтобы все, что загадали, обязательно сбылось. В Новый год желаю всем, чтобы не было проблем. Да, Дедушка Мороз? Да, все правильно. Чтобы жизнь у вас была и прекрасна, и светла. Мы желаем вам удачи. С Новым годом вас, друзья. Я думала, с Новым годом детвора. Хотела побыть детворой один раз. Ну, побудьте моим другом, пожалуй. Хорошо. Побуду вашим другом. Дедушка Мороз, а откуда ты так шел? Пришел, такая у тебя борода, как будто ты из парикмахерской. А я из Адамина. А, из Адамина. Вы вчера приезжали туда, я не успел вас поздравить с Новым годом. Все уже все. Так вы меня догонялись. Да, догонял. А мы застряли сегодня. Вы знаете, на машине, а вы на своих санках не застряли? Я немножечко застрял, но с божьей помощью. Снегурочка толкнулась. Ну, конечно, да. А у вас здесь подарочки? Почти муляж. Нет, что вы все рассказываете. Ну, какой муляж. Значит, Дед Мороз ненастоящий. Настоящий. А вы стишки знаете, Дед Мороз? А я же вам уже рассказываю. Вот это когда вы пришли? Да, ну, конечно. Шарики-фонарики вот этого. Понимаете, у меня куча дел. Мне не до стишков. Подождет ваша куча? Не подождет. Не подождет. Другие деточки ждут. Мне же надо вот им всем подарки раздать. Анна, скажите, у вас с Негорочка и Дед Мороз всегда одни и те же герои? Или если он плохо себя ведет в течение года, то меняется, Дед Мороз. Нет, это вот роль прям его и вам. Прям роль, да. У нас вне эти снегурочки, потому что они очень часто ходят у нас в декретный отпуск. Внучки ранее у вас, Дед Мороз. Я вас тоже поздравляю с Новым годом. Так получилось, что нас радостно, планомерно занесло глиозно и Витебск. Ой, такие прекрасные места. Я запомнила все деревушки вокруг. Каждые домики, как снегом обнесены они красиво. Береги, Дедушка Мороз, край этот слабый, красивый, снежный. Спасибо вам большое за праздник. Всем счастья, радости. Пусть под елочкой каждый найдет себе, что хочет. Кто здоровье, тот здоровье. Кто любовь, тот любовь. Кто удача, тот удачу. Вот в таком отличном настроении заканчивается этот год. Вы не волнуйтесь, выпадет этот снег, и мы сможем насладиться настоящей зимней погодой. Спасибо вам большое, дорогие наши зрители, за то, что вы смотрите, за то, что вы всегда готовы прийти к нам на помощь в любой ситуации, в любом городе, в любом поселке и на любом хуторе. Желаю всем счастливого Нового года. Увидимся в следующую субботу. Всегда ваша Светлана Боровская. И ждите в гости. Остыли реки, и земля остыла, и чуть нахоклились дома. Это в городе тепло и сыро, это в городе тепло и сыро, А за городом зима. Зима, зима, зима. И уносят меня, и уносят меня, звенящую снежную вдаль. При белых конях, эх, при белых конях, декабрь, и февраль. Вот как раз сейчас. И уносят меня, и уносят меня, звенящую светлую вдаль. Зима раскрыла снежные объятия, и до весны все дремлеттуют. Только елки в треугольных платьях, только елки в треугольных платьях. Да не, мы голыми руками. Нам свои иголочки не колятся. Не навстречу все бегут, бегут, бегут. И уносят меня, и уносят меня, звенящую снежную вдаль. Три белых конях, эх, три белых конях, декабрь, и февраль, и февраль. Внучечка, пусть такая внучечка будет в каждом домике. Остыли реки, и земля остыла, но я замерзнуть не боюсь. А у вас здесь подарочки? Почти муляж. Нет, что вы все рассказываете. Ну какой муляж. Вы, значит, Дед Мороз не настоящий. Настоящий. Это в городе я все хрустила, это в городе я все хрустила. А за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь. И уносят меня, и уносят меня, змеящее снежную вдаль. Три белых коня, эх, три белых коня. Декабрь, и февраль, и февраль, и февраль, и февраль. Все работяги, как наша бригада. Все работяги. А уже Костя, оператор, низкий поклон. Бежал и вдоль, и перед лошадкой, и над лошадкой сзади падал. Нос красный, вон носки по уши натянул, все мокрое. Спасибо, люди. С Новым Годом. Кто воносит меня, змеящее снежное вдаль. Три белых коня, эх, три белых коня. Декабрь, и февраль, и февраль. Добрые родницы, Беларусь! С Новым Годом! Ну хорошо же! Добрые родницы, Беларусь!